Утренняя молитва. Слава Богу! Слава Иисусу Христу! Братья! Сейчас буквально через минутку начну трансляцию. Он уже включил, чтобы люди подключались уже. Вот сейчас утренняя молитва. И я стараюсь делать теперь уже регулярно такие прямые включения с этой утренней молитвы. В 6 утра подключаюсь. Вот. Каждое утро. Слава Богу! Аллилуйя! Сегодня 10 августа уже. Да. 10 августа. 29 августа. Завершающие дни уже. Да. Пусть Господь благословит всех нас, друзья, и в этом эфире. Сейчас пусть Бог благословит по имени Иисуса Христа. Благослови Господи всех подключающихся. Сегодня вечером будут в шаббат делать трансляцию. Да с Бог, эра в шаббат. Встреча шаббата. Это суббота, она особенная. Это еще и новомесячие. Последний день месяца августа. 30-е число будет уже завтра. Месяца августа. Вот. И собственно, начало нового месяца. Это уже у нас получается, да, в первый день недели, в воскресенье. Ну вот. Первое число месяца уже элуль будет. завершающий месяц года, если считать от сотворения мира. Да. 5778 года. Последний месяц. Да, Господи, слава Тебе. Благодарю Тебя, Боже Всевывущий. Благодарю Тебя. Сегодня Евхаристию, Причастие. Стараюсь в каждой трансляции делать это, чтобы люди могли и так же преломлять хлеб вместе, в простоте. Потому что очень много верующих, к сожалению, зашорено религиозными традициями, там, православными, протестантскими, католическими, разными. В христианстве много разных традиций. Но лучше держаться истиной. Истиной библейской, истиной евангельской. Истиной самого Господа, Бога держаться. Вот. Потому что сам есть Христос. Есть истина. Он есть путь, истинная жизнь. Аллилуйя. Да, слава Богу. И сегодня прочту я из посланий Иуды. И еще буду новозаветное чтение из посланий к римлянам зачитывать. Да, слава Богу. Так. Значит, у меня здесь прокручивается очень быстро. Так. Бог царствовал, Бог царствует и будет царствовать во веки веков. очень понравилась мне запись киевской, еврейской, мессианской общины. Это, я так понимаю, вот как раз такой фестиваль был. Вот планируется в этом году. 8-го как раз числа сентября. Перед Новым годом, прям как раз. В канун Нового года. Отцетворение мира. В канун Нового 5779 года уже. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Время пришло. Вот уже у нас 6 часов утра. И слава Богу. Начнем эту трансляцию. Друзья, братья, сестры. Вот. По милости Господней. Начнем трансляцию с чтением сейчас Слово Божьего с молитвой и благословением с хлебопреломлением. Спасибо тебе, Господь. Аллилуйя. Возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божьей, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. Аминь. Слава Иисусу Христу, слава навеки Богу Святому. И ни в ком другом нет спасения, дамы и господа, братья и сестры, ибо нет другого имени под небом данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись, которым спасены, которым спасаемся. Приветствую всех этим добрым утром из города Киева, с нашей Киевской архиепископией, реформаторской Православной Церкви Христа Спасителя. Я очень рад тому, что Бог усмотрел мне вот эти дни на протяжении августа месяца и сентября всего планирую тоже каждое утро подключаться вот на такую трансляцию, утреннюю молитву. Слава Богу. Потому, как я рассуждаю, что не только индивидуальная молитва важна, один на один с ним, с нашим возлюбленным, каждый из нас проводит время, это самое удивительное, самое прекрасное, это и есть, собственно, молитва. Но вот порой в таких молитвах важно еще и быть в общественной молитве, коллективной молитве, даже если сейчас вот в трансляции, допустим, потому что мы все учимся вот и назидаемся Духом Святым, слава Богу, вот, и Господь сам Иисус, Он тоже не отвергал и коллективную молитву, общественную молитву, посещал и синагоги, и храм, вот, и, конечно же, как и все остальные евреи, он молился в храме и в синагоге, вот, и в синагогах Ему вообще давали слово постоянно, Он там по обычаю, по обыкновению своему приходил, молился в синагоге и давали Ему слово, да, там Он исцелял больных, вот, чем порой вызывало недовольство, но Он нарушал порядок порой таким образом, как бы, установленный уже определенный религиозный, но, слава Богу, по милости Господней, сегодня вот есть интернет, имеем возможность подключаться таким образом, вот, и это замечательно, слава Богу. Послание Иуды я начал чтение сегодняшнее молитву, сегодняшнее с послания Иуды, тот стих, который я уже неоднократно цитировал, тоже, и в том числе и на утренних молитвах тоже цитировал неоднократно уже. Послание Иуды, оно очень краткое, оно умещается только лишь в одну главу, но она очень емкая, это послание, оно очень емкое, вот, и он в начале послания признается, что он намерение такое имел всегда к ним, значит, написать об общем спасении, ну, потому что на самом деле Бог во Христе примирил с собой мир, что действительно, на самом деле, Бог, он так или иначе, да, но он все добьется, он хочет, чтобы все люди спаслись, достигли познания истины, но Иуда очень мудро, Дух Святой вдохновлял его и то, конечно, сказать, но очень мудро отреагировал он, я так понимаю, на веяние Духа Святаго и написал как раз о тех проблемах, которые встречаются на пути верующего и в собраниях верующих, о людях, которые и тогда были большой проблемой в христианстве, вот в первом столетии, ну, и положа руку на сердце и сегодня, уже в 21-м столетии, когда, как говорится, космические корабли бороздят просторы Вселенной, по-прежнему авоз и ныне там, человек, он и такой же человек, грешник, он и в Африке грешник, грешник, он и на околоземной орбите грешник, грешник, знаете ли, человек, он и есть человек везде, и, значит, спасение для всех, спасение для каждого, и Бог действительно, возлюбив этот мир, отдал сына своего, и он во Христе примирил с собой весь этот мир, и Иуда имел благочестивое намерение это написать, и я думаю, что об этом, ну, об этом же и Павел писал, об этом там другие апостолы, тоже прямо или косвенно так писали, вот, но самое удивительное, что, да, и сегодня проповедники, мы говорим об этом, вот, хотя, может, не так, как хотелось бы, как надо было бы, конечно, больше и чаще об этом говорить, знаете ли, но говорится ведь сегодня об этом так же, слава Богу, вот, но он подчел за важнейшее даже, писать предупреждение, и писал, пишет он о людях, он пример даже ставит, такие из Ветхого Завета, что вот из Танаха, что вот из Торы, когда Бог вывел из Египта нас, то 600 тысяч там призывного возраста мужчин, да, шутка ли, а только лишь два человека вошло из этих, ну, полмиллиона, так грубо говоря, представляете насчет полмиллиона, целый город огромный, вот, и только два человека вошло в Ханаан, вот так вот, 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 и, конечно, печально, вот, что так произошло, с вышедшими из Египта, но Иуды пишут, что это вот написано, вот, как пример для нас, апостол Павел тоже самое пишет, он, что это написано для нас, не просто там вот, чтобы мы, вот, читали, и, как вот, какой-то роман, потом думали, ну, охали-ахали, думали, ну, если бы мы бы жили, тогда бы, конечно, мы так бы не поступили, ну, как вот обычно неразумные люди поступают, так рассуждают, вот, но падшего разума человек обычно, он так вот и рассуждает всегда, вот, но человек, имея ум Христов, так не должен рассуждать, ум Христов, погружаясь во Христа, а когда Христос погружается в нас, то мы приобретаем его ум, и начинаем по-иному мыслить, и избавляемся от злого духа критицизма, и избавляемся от позиции судьи, и становимся в нормальную свою позицию свидетеля, в нормальную свою позицию именно раба Божьего, сына Божьего, дочери Божьей, то есть дитя Божьего, слава Богу, да, Роман приветствует шалом, слава Богу и Господу нашему Иисусу Христу, аминь, аминь, брат, аминь, аминь, вот, и он дает, Иуда, ответ некоторый, значит, характеристику таких людей, и вот, значит, в конце 19 стиха он пишет, что это душевный, не имеющий духа, вот печалька, знаете ли, и тогда были, я так понимаю, получается верующие, которые, да, душевные, но не имели духа, не имели духа, значит, и хотя в переводе синодальном, слово духа с маленькой буквы, но я убежден, там имеется ввиду духа, не человеческого духа, значит, знаете ли, что попахивало бы таким каким-то, значит, ненормальным учением, которое существует тоже в некоторых течениях, религиозных определенных, вот, а имеется ввиду, я более чем убежден, что имеется ввиду духа с большой буквы, тем более, что дальнейший стих, он как раз, ну, в общем-то, и на это очень четко указывает, а вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь духом святым, вот, молясь, очень важно, кто духа Христова не имеет, тот и не его, кто духа святого не имеет, тот и не его, кто духа Господнего не имеет, царя небесного, да, вот, тот и не его, и поэтому сегодня, для всех верующих, дар Божий во Христе Иисусе, жизнь вечная, и дар Божий, Дух Святой, величайший дар, истрадавшемуся человечеству, и сам Машех сказал так, Иисус говорил, говорил Христос, что если вы земные отцы, можете даяние благие давать детям вашим, да, тем более Отец Небесный даст Духа Святого, просящим у него, действительно, он, Бог, не закрывает Духа Святого, не жадничает, это грубо выражаясь, Духа Святого, нет, но всякого просящего он дает, всякому просящему у него Духа Святого он дает, поэтому, если ты уверовал в Иисуса Христа, брат мой, сестра, если ты принял Иисуса Христа в свое сердце, и сказал, что Иисус Христос мой Господь, глубже прими Иисуса Христа еще сегодня, попроси Духа Святого, если ты еще не принимал Духа Святого, Дух Святой, он, даже когда человек говорит, прости меня, Иисус Христос мой Господь, Дух Святой уже прикасается, и уже начинает проникать внутрь естества, но еще как бы это не то состояние, иметь Духа, это немного иное совсем переживание, крещение Духом Святым, это немного иное переживание, это погружение в него уже, погружение, потому что можно пяточки замочить, приехать на море, допустим, вот, друзья мои, недавно они ездили в Запорожскую область на море, очень понравилось им, Кирилловка, по-моему, или какое-то еще место, я там не был, но рассказывали, что и фотографии там показали, очень красивое место, и очень достойное, и прекрасно вообще, удивительно, вот, и, значит, и знаете ли, ну, я спрашивал, как там вода, да, они купались, конечно, все эти дни, сколько они были там, недельку или сколько они были там, вот, знаете вот, ну, а представьте, если человек, гражданин приехал на море, да, там пляжи такие песчаные, идеальные вообще, значит, все хорошо, а этот, а этот гражданин просто, допустим, ну, в море так, пяточки зашел, помочил и ушел, вот, и так всю неделю, допустим, ну, как-то странный гражданин, да, какой-то, скажем мы, вот, вот, ну, нездоровый гражданин какой-то, вот, значит, вот, допустим, другой товарищ на море, приехал, значит, и заходил только по колено, допустим, в море. И потом на работе спрашивают, ну как, отдохнул на море? Да, был на море. Ну как, попался? Ну, я так по колено заходил, вот, значит, даже не окунулся. Ну, странный человек тоже, конечно. А другой, допустим, по поезд заходил. По поезд заходил, ну, а дальше не продвинулся в море. И не окунулся ни разу, не окунулся. Ну, тоже странный товарищ, конечно. Вот. И мы не поймем никогда таких людей, потому что многое бы, ну, если такие были бы товарищи, допустим, да. Вот. Но самое интересное, значит, большая часть верующих, вот, из моей практики, пастырства, да, служителя христианского, к сожалению, вот такие странные христиане. Большая часть, к сожалению. И меньшая часть адекватных христиан, которые полностью погружаются в Духа Святого, которые полностью погружаются в Бога. Но ситуация должна быть переломлена. И она уже переломливается. Я верю, что в скором, в не таком уж и далеком будущем, ситуация кардинально изменится. И подавляющее большинство верующих будет адекватными верующими, которые, как адекватные отдыхающие, полностью погружаются в море. Купаются, наслаждаются этим морем, океаном. Океан Божьей любви. Помните, песня эта поется? Мне так она нравится. Океан Божьей любви. Нет начала в нём и нет конца. Океан... Сейчас попробую найти эту песню здесь. Океан Божьей любви. Безусловной любви. Отца. Океан Божьей любви. Да, нашёл. Ну, стихи сами эти. М-м-м. Прекрасная песня. Аллилуйя. Эта песня хвалы, словно птица парит в небеса. Нет-нет-нет, другую. Твоя жизнь, как река, в моём сердце течёт и душа. поёт для тебя. Эта песня любви, как весенний родник, как любви водопад. Твоя жизнь, как река, в моё сердце течёт. Я вдыхаю любви аромат. Океан Божьей любви. Нет начала в нём и нет конца. Океан Божьей любви. Океан Божьей любви. Безусловной любви. Божьей отца. Плюс ещё много подделок. Даже среди тех людей, которые утверждают, что они крещены Духом Святым, молятся на иных языках, как себя успокаивать тем, что они уже крещены, поэтому Духом Святым. На практике тоже большая часть, к сожалению, чего греха таить. Это попытка выдать желаемость действительно среди присядников, среди харизматов, среди других течений христианства, католиков. Но, знаете, Господь, Он открывает нам свою реальность, реальность Духа Святого. Погружаемся в Него сегодня. Примите Духа Святого сегодня. И послание Иуды очень хорошее такое для нас наставление, предупреждение. Ох, даже здесь, даже страхом таким, да, на самом деле, спасайте. Говорится об этой плоти. Некоторые думают, это плоть, это только лишь к телу, относящееся вот такое. Это много всего остального. Религия тоже дело плоти. Всякое религиозное заблуждение, обольщение. Сохраняйте себя в любви Божьей, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. Вот, молясь Духом Святым, назидаем себя на святейшей вере, когда я молюсь на иных языках, воздыханиями нечленораздельными, как вот в буквальном переводе. В буквальном переводе воздыханиями, ну, в синодальном написано неизреченными, воздыханиями неизреченными, а в буквальном переводе там говорится воздыханиями нечленораздельными, то есть теми, что, ну, невозможно, по человеку не понять это все. Вот, это нечленораздельно, как-то это вообще непонятно. Но есть дар истолкованийных языков, поэтому один из хороших признаков, верных признаков настоящего крещения Духом Святым, погружение в настоящий Божий Святой Дух, это желание погружаться еще дальше, больше, это желание иметь дар истолкования языков, пророчества, исцеления, все эти дары, потому что это нужно даже не столько для нас, даже и, собственно, и не нам, это нам нужно больше, а нужно для Господа, для окружающих, для всех и вся вокруг нас, чтобы эту любовь, океан этот, Божьей любви, нести погибающему человечеству. Спасибо тебе, Господь, спасибо тебе, Аллилуйя, Аллилуйя, спасибо тебе, Господь. Благословен Бог наш, всегда, ныне, пресна, во веки веков, Аминь. Слава тебе, Боже наш, слава тебе, Царю небесный, Утешителю, Дух истины, Ты, что везде пребываешь и все собой наполняешь, сокровищница благ и жизни подателю, Ты пришел и вселился в нас, и очистил нас от всякой скверны, и Ты спас благой души наши. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, хвала тебе! Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, хвала тебе! Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, хвала тебе! Благодарю тебя, Господь Святой, слава тебе! Отец мой, сущий на небесах, да святится имя Твое, Отче наш, Отец наш, Ты мой отец, и Ты отец всем нам, Боже, спасибо! Как в той песне поется, Яхве, Ты наш отец, мы ждем великой, могучей славы Твоей, Ты Альфа и Омега, начало и конец, А ты всевогущий Бог и Творец чудес, О, Яхве! Аллилуйя! Аллилуйя! Спасибо, Господь! Отец наш, сущий на небесах, Иегова, Бог Авраама, Исаака Якова, Бог патриархов и пророков, Возлюбивший мир и примиривший нас с Собою через Господа Иисуса Христа в крови святой на Голгофе, во Христе примирив Собою весь мир по великой Своей любви. Да святится имя Твое, да придет Царство Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе, хлеб наш насущный дай нам на сей день и прости нам долги наши, как и мы прощаем блажникам нашим и не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть Царство и силы и слава во веки. Аминь. Благослови Господь нас сегодня, благослови Боже по богатой своей милости и будь прославлен наш Бог и Царь во имя Иисуса Христа. Аминь. А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божьей, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. Аминь. Благословен, Роман пишет Всевышний, что даруй мир на земле. Аминь, 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 аминь. Мир на земле. Когда Иисус родился, вот Христос, когда, когда он родился, ангелы спевали. Аллилуйя, 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 мир на земле. Дякую тебе, Иисусе. Аллилуйя, Боже великий, аллилуйя, аллилуйя. Иисусе, коханий серцю моєму, найбільше жаданний, Боже мій, Боже мій, Мій, коханий Иисусе. Боже великий, Иисусе, коханий серцю моєму, найбільше жаданний, Боже мій. О, Боже мій, ми, коханий Иисусе. Аллилуйя, аллилуйя, аминь, 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 аминь. Аллилуйя, аллилуйя. И принимаю причастие сегодня тело и кровь моего Господа Иисуса, моего возлюбленного, Спасителя драгоценного. Я принимаю с благодарностью. Боже, спасибо тебе, Господь. Примем, братья и сестры, причастие телу и крови Иисуса Христа, Господа нашего, возлюбленного нашего. Возьмите себе хлеба немного, налейте соку виноградного, или же просто воды даже налейте, я говорю, если кто не может, нет сока, налейте воды, возьмите хлеба. В церкви мы обычно мацой принимаем причастие, опресники. Здесь у меня сейчас, в домашних условиях, у меня остатки халы, еще с того шабата. Вот, спасибо тебе, Господь. Боже, благодарю тебя, Боже, за все. Благословен ты, Бог наш, Царь Вселенной, давший нам хлеб из земли. Благословен ты, Бог наш, давший нам плод виноградной лозы. Благословен ты, Господь, давший нам жизнь. Благословен, возлюбивший мир и примиривший весь мир каждого из нас во Христе Иисусе с Собою. Боже, благодарю тебя, Господь, за чудо Твое. Благодарю тебя, Господь, за жизнь вечную, бесконечную. Слава тебе и хвала, Господь. Благословен ты, Царь наш. Благословен Господь. Во имя Иисуса Христа слава тебе. И соверши, Господь, Божий хлеб сей, честным телом Христа твоего. Аминь. А то, что в чаши сей, честной кровью Христа твоего. Аминь. Приложив это Духом твоим святым. Аминь. 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 Тело Христово приимите источника бессмертного вкусите. Аллилуйя. 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 Аминь. Аллилуйя. 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 Благодарю Тебя, Господи Божий наш. Благодарю Тебя за причастие, причистых святых Твоих тайн, тела и крови Твоих. Спасибо Тебе, Господь. Благодарю Тебя, Божий Великий. Благодарю Тебя, Господь, за это погружение в океан Твоей любви. За это погружение в безбрежный, бескрайний океан Твоей любви. И каждое это хлебопреломление, каждое это причастие, эвхаристия, принятие тела и крови Твоих, рассуждение наше каждое. Это еще один прыжок в океан. Даже не прыжок. Еще одно движение вглубь океана Твоего. Как погружение, да? Погружался человек, потом старается еще, еще глубже, еще глубже, еще глубже. И вот каждое причастие, это как вот наше погружение, еще глубже, еще глубже. Это каждое рассуждение наше о теле и крови Иисуса Христа. Аллилуйя. И не выгружаемся, дамы и господа, братья и сестры. Пребываем в этом океане Божьей любви. Благоставляю всех вас во имя Господня, во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Сегодня вечером будем встречать шаббат в 6 часов вечера. Подключайтесь на трансляцию. Благоставляю всех вас в этих приготовлениях сегодняшних пятничных. Сегодня последний день рабочий у нас. Ну, библейский, если брать. У всех, конечно, расписание бывает разное. Жизнь такая, но... Библейский, сегодня последний день трудовой недели. Но также и хлопоты, связанные с шаббатом. Поэтому сегодня постарайтесь купить халы виноградного сока возьмите, значит, сегодня там, значит, там, что-нибудь вкусненькое. Приготовьте, побалуйте себя на шаббат. Вот пусть Господь Бог благословит вас всех во имя Господа. Аллилуйя. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Аллилуйя. Аллилуйя. Субтитры создавал DimaTorzok Пусть Бог Авраама Исаака Якова, наш благой, любящий Отец, добрый, благословит всех вас в сегодняшнем дне. До встречи вечером в эфире и каждое утро на молитве. В субботу тоже будет субботник, суббат, молитва. И выезжаю я утром в субботу на молитву в каплицу святого Йосипа. Здесь на Варесневе 24, с 9 утра там будет молитва. Вот. И в воскресенье я зайду к себе в церковь, а вообще проповедую воскресенье в городе, как он называется, Ворзель, Ворзель под Киевом. Как раз это будет первая Элуля, месяц Элул. Значит, новомесяч, я буду делиться именно об этом. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. И свидетельством. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Спасибо.